Ревность способна испортить отношения даже в очень хорошей и крепкой семье. К сожалению, страх потерять любимого, боязнь измен и всевозможные подозрения зачастую лишают женщин покоя. Как перестать ревновать мужа? Что в силах избавить жену от страхов, снять эмоциональное напряжение? Важно внимательнее относиться к своему супругу, помнить ряд советов и стараться правильно. Настраиваться на восстановление контакта. Помните, что размолвки и взаимные обиды вредят отношениям даже больше, чем реальная измена, которую вполне можно пережить и приступить к укреплению союза с новыми силами. Постарайтесь разобраться в причинах вашей ревности, не требуйте слишком многого от мужа, всегда держите себя в руках и берегите ваши нервы. Ваши эмоциональные всплески не должны проявляться в поведении, иначе вы быстро настроите любимого против себя. Энтон Пепеп Ищем причины вашей ревности, сразу начните с подробного анализа ситуации. Важно понять, что именно вызывает у вас ревность, заставляет подозревать мужа в измене. Учитывайте любые нюансы, сохраняйте спокойствие. Для вас сейчас главное – взглянуть на ситуацию со стороны, сохранить свежесть впечатлений и способность мыслить логически. Не позволяйте эмоциям вас захлёстывать. Ваша неуверенность – основная причина ревности у большинства женщин – неуверенность в себе. Подумайте, насколько высоко вы себя оцениваете. Довольны ли вы собой и вашими отношениями с мужем? Вы часто думаете, что не соответствуете вашему супругу. Есть ли корни проблемы в ваших ромах? Необходимо начинать менять положение дел, заниматься собой и преображаться внутренне и внешне. Взаимные претензии. У вас с мужем регулярно возникают конфликты. Вы стали больше ссориться, поэтому ревнуете его, подозреваете в измене. Вполне возможно, что супруг вовсе не изменял вам, не заглядывался на других. Женщин? Но это, вероятно, в будущем. Берите ситуацию в свои руки прямо сегодня, иначе потом вы можете упустить момент. Ухудшение отношений – это не обязательно признак неверности, но негативная обстановка в семье вполне может привести к ее распаду. Муж стал холоден, постоянно делает замечания. Многие женщины думают о сопернице, когда слишком часто слышат от супруга различные претензии и замечания. Мужчина все время недоволен, жена ему надоела, он нашел что-то более привлекательное на стороне. Ваше мнение может оказаться ошибочным. Сначала исключите другие вероятные причины проявления жесткости со стороны мужа. Вдруг он просто болен, устал, не справляется с работой, испытывает трудности, находится в состоянии стресса. Все это, разумеется, не повод, чтобы ревновать мужа. Разберитесь в проблеме и найдите решение. Равнодушие? Когда мужчина совсем перестал интересоваться семейными делами, женой и ее заботами, не хочет принимать участие в торжествах вместе с родными, или просто делает все через силу и с видимым равнодушием. В сознании жены сразу возникает образ счастливой соперницы. Но и в этом случае может быть множество причин такого отношения к вам мужа. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Важно создать такую атмосферу доверия и тепла, чтобы вы могли сами, без особых ухищрений и помощи со стороны, точно узнавать настроение, цели и мысли вашего супруга. Не оказывайте на него давление, ничего не выпытывайте. Он должен сам захотеть поделиться с вами своими соображениями. Признаки измены? Их тоже необходимо оценивать объективно. Сразу приложите все усилия, чтобы эмоции не брали верх над здравым смыслом. Помните, что любовь основывается на взаимном доверии. Ваш муж не противник, которого надо постоянно контролировать, искать у него недостатки, выявлять подозрительные поступки. Даже если вам кто-то намекнул на то, что у вашего супруга появилась любовница, или вы заметили какие-то признаки измены, не спешите с выводами. Вы сами задумывались об измене, того же ожидаете от супруга. Очень часто начинают подозревать мужей в неверности те жены, которые сами чудом устояли перед соблазном начать отношения с другим мужчиной. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Разберитесь в ваших чувствах к мужу. Если вы уже сомневаетесь в жизнеспособности вашего брака, пора принимать конкретные меры и решения, а не тратить время на выяснение отношений, выявление измен и определение виноватой стороны. В распаде союза всегда виноваты оба. Подумайте, стоит ли сохранять брак. Когда вы желаете жить именно с вашим мужем, вам необходимо изменить поведение, устранить все негативные факторы, чтобы спасти семью, а не ревновать супруга. Чего вы ждете от ревности, определите ваши приоритеты и цели. Это самое главное. Ревность является не только сильнейшим чувством, но и своеобразным инструментом, поводом для конкретных действий и решений. Подумайте, чего вы хотите. Боязнь потерять. Зачем вам нужна ревность? Вы стремитесь сохранить брак, поэтому боитесь потерять мужа и ревнуете его. Тогда освободитесь от бессмысленной ревности, приступайте к самосовершенствованию и улучшению отношений с любимым. Инструмент для разрыва. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Возможен и другой вариант. Вы уже ищите повод, чтобы разрушить семью. Жизнь с мужем вас не удовлетворяет, а вы на подсознательном уровне хотите отыскать реальную причину разрыва. В данном случае ревность тоже совершенно не оправдана. Выясните, насколько вы дорожите любовью мужа, семьей. Зачем искать причину, если вы стремитесь покинуть семью? Достаточно вашего желания. Оправдание, ухудшение отношений. Вам не удается установить контакт с мужем, возникают конфликты, вы в растерянности. Ревность – спасительное чувство, а в мифической измене видит корень всех проблем. Но она не может оправдать слабость, неумение контролировать ситуацию, выражать свою любовь. Постарайтесь проявить личностные качества и не пускайте ситуацию на самотек. Занимайтесь ее исправлением, не предавайтесь обидам и не жалейте себя. Изменить все к лучшему в ваших силах? Ведь речь идет о вашем мужа, а не о постороннем человеке, ничем с вами не связанном. Как перестать ревновать? Простые советы исключите все причины для вашей ревности. Занимайтесь собой, станьте самой желанной для любимого супруга. Самоконтроль – контролируйте свое состояние, будьте внимательны к мужу и его проблемам, желаниям. Лучшая жена – если вы хотите удержать супруга рядом, вам нужно не ревновать, а создавать для него такие условия, чтобы он сам не захотел уходить от вас. Тренинги – при необходимости обратитесь к психологу, посещайте специальные занятия и тренинги. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Пичкит. В этом нет ничего плохого или странного. Специалист вам поможет и подскажет правильные решения, научит контролировать эмоции. Уверенность. Развивайте уверенность в себе. Чтобы больше в себе не сомневаться, становитесь лучше, совершенствуйтесь. Если у вашего любимого есть к вам конкретные замечания, обязательно прислушайтесь к ним. Прочь подозрения. Избавьтесь от привычки подозревать любимого в неверности. Поставьте себя на его место. Вы наверняка были бы возмущены, узнав о подобных сомнениях. Устраняем излишний контроль. Оградите вашего супруга от излишнего контроля с вашей стороны. Постоянно звонить ему, проверять, где он находится, связываться с его друзьями не стоит. Вы только вызовете его раздражение, но реального результата все равно не добьетесь. Зачем вам эта слежка? Прекрасная атмосфера и доверие – залог хороших отношений в семье. Постарайтесь стать действительно близкой и желанной женщиной для вашего мужа. Сбросьте с себя груз сомнений и страхов. Ревность осушает, расшатывает нервы. Освободитесь от нее личным усилием и перестаньте зависеть от миражей. Любите вашего мужа и не забывайте проявлять ваши чувства. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.